Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование книг «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня мы с вами рассмотрим 21 главу. Когда же мы, расставшись, с ними отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос, оттуда в Потару, и, найдя корабль, идущий Финикею, зашли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире. Ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. По внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проводя эти дни, мы нашли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Такая интереснейшая история. Я всегда, когда читаю книгу «Деяния апостолов», думаю о том, почему по этой книге не снимают хороший, интересный фильм. Путешествия апостола Павла, если даже их просматривать, тем более, если их просматривать по карте, все его передвижения, где он останавливался, какое время он проводил, такие интереснейшие сюжеты сами по себе. Мы видим, что здесь и город Кос, и Финикия, и Кипр, и Родос, такие города, которые уже знакомы даже нашим согражданам, куда люди ездят и в паломнические поездки, и просто на отдых. Действительно, это все места проповеди Евангелия апостола Павла. Настолько подробно евангелист Лука все это описывает. Видим, что они держат путь, с левой стороны от них остался Кипр, можно это все проследить, и приезжают в Тир. В Тире по обыкновению, по обыкновению это город, город, где они сошли, видим, что здесь Евангелия с Лука говорит о том, что чтобы оставить груз. То есть миссионеры передвигались с тем транспортом, который куда-то ходил. То есть в основном это торговые были сюда. И когда вот у нас спрашивают, ну что, неужели апостол Андрей Первозванный доходил, аж, говорят, чуть ли не до Урала. Я в этом ни капли не сомневаюсь. Потому что вот приводя, тем более, когда был открыт шелковый путь, и было открыто, как с Китая по рекам доставляли в море, сюда вот в моря и в Средиземные моря различные товары, через Томск и другие города. То есть есть очерченный путь. Что здесь вообще-то иногда даже не вызывает никаких сомнений. А потому как многие себе представляют как-то не очень правильно, наверное, с точки зрения такого советского понимания развития истории, что вот это были какие-то дремучие леса, там ничего не было, кругом людоеды. Конечно, все это было разбойники, леса. Но тем не менее, основные дороги никто через чащу не шел. Основные дороги — это были реки. И в этом смысле мы видим, что и апостол Павел, другие апостолы, они пользуются торговыми судами. Потом, когда идет торговое судно, надо понимать, что оно идет с серьезной охраной. То есть надо было просто заплатить, и апостолы имели эти пожертвования, которые им жертвовали в различных церквах, которые они создавали, общины. И они передвигались, в общем, достаточно свободно, да еще и под охраной. И вот этот город Тирон особенный, на него обращают внимание, и Ситлян Златоуст. И блаженный Родим говорит, посмотри, какое гостеприимство они ему оказывали, апостолу. Говорит, что так и сегодня, в те и в те времена, так и в нынешние времена, когда мы приезжаем в какой-то город, верующие люди, то мы сразу узнаем, а где здесь православный храм, а где здесь какие-то, может быть, монастырь, или какие-то просветительские духовные центры, может быть, есть какая-то миссионерская школа или просветительская школа. Так и они, видимо, они приплыли туда и нашли сразу братьев, близким их по духу, то есть христианской общины. Но мы видим, вот нигде так не описывается подробно, как здесь, что его провожали апостолы, настолько они его любили, что провожали, сказано даже, и с женщинами, и с детьми. Да, и потом помолились и отправили его, и дальше они отправились в путь. Здесь начинается рассказывать о третьем миссионерском путешествии апостола Павла с 21 главы. И далее мы читаем, простившись, как написано друг с другом, мы вошли в корабль, и они возвратились домой. Мы все, совершив плавание, прибыли из Тира в Паталамаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из семи дьяконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них, многие дни пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлу, связав себе руки и ноги, сказал, так, говорит Дух Святым, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Следующая история. Видим, что евангелист Лука также излагает и говорит, что они нашли некого Филиппа, благовестника, проповедника, у которого были четыре дочери пророчества еще. Мы уже говорили о том, что такое пророчество, долгое время в церкви этот дух, он еще сохранялся, где люди могли что-то предвидеть. Он был такой, более распространен, дух пророчества. Апостол Павел о нем пишет в послании к Коринфской церкви. Говорит, что хочу, чтобы вы все говорили на языках и чтобы пророчествовали, но больше заботитесь больше о другом, о стяжании любви. Вот как апостол Павел пишет об этом. Можно, в принципе, чтобы не сочинять, а просто открыть и прочитать. Достигаете, это 1 Коринфянам 14 глава 1 стих. Достигаете любви, ревнуете о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать, а перед этим апостол говорит, а теперь пребывают все и три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. То есть апостол на первое место ставит не дар языков иностранных, которые получили апостолы в день Пятидесятницы, и язычники получали нисхождение это дар для проповеди Евангелия, не дар пророчества, чтобы предвидеть, что, чтобы предупредить, например, как в этом случае, видим, приходит один пророк, связывает себя, и говорит, так свяжет апостола Павла. Необходимые дары, да, но они говорят о главном, о том, чтобы стяжать главный дар и благодать. Апостол так и говорит. Теперь пребывают все и три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И здесь мы видим, что подобные прообразы, они не новые были для людей, то, что человек берет себя, связывает, это такая иллюстрация. Мы помним в книге пророка Исаия, когда сказано о том, что пророк Исаия ходил, чтобы он пошел на Гешом, и ходил по городу, и вот так вот, и так народ израильский также поведут в плен, так оно и произошло. То есть то, что называется такая очевидная иллюстрация. Потом пророк Еремии был призыв к тому, чтобы он пошел, положил там свой пояс в пещеру, когда он некоторое время положил, через некоторое время пришел, видел, что пояс испортился, был сказан о том, что так вот будет испорчено и народ израильский, будут и беды, и напасти, и скорби. То есть такие прообразы, они были достаточно понятны людям. Вот этот пророк по имени Агав, он предупреждает не ходить апостол Павел в Иерусалим. Что отвечает апостол Павел? Так и говорит. Ну, Павел в ответ сказал, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но и готов умереть. То есть готов душу свою положить. Зачем апостол Павел идет туда? Он хочет исполнить вот эту заповедь, которую Христос дал о наивысшем проявлении любви. Нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя. Почему же он хочет найти друзей именно в Иерусалиме? А потому что он иудей. И он любит свою нацию. Однажды он в порыве любви к своей национальности, в послании к римлянам, так и воскликнет. Я готов сам быть отлученным от Христа ради братьев моих, заметьте, не во Христе, а по плоти. То есть нет ничего зазорного, если человек стремится к тому, чтобы просветить духом Святого Евангелия до такой степени, что готов даже сам положить душу за них, лишь бы только они приняли святое благовестие и были со Христом. Он говорит, я сам готов быть даже отлученным. Это такое дерзновение, такая любовь, о которой сказано, что он неизреченный. Далее. Когда же мы не могли уговорить его, то есть они его уговаривали, то успокоились и сказали, да будет воля Господня. После сих дней, приготовившись, вошли мы в Иерусалим, с нами шли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику, Моносону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. Мы видим, что жизнь достаточно была проста в те времена, в апостольские времена. Люди, единоверцы, друг у друга останавливались, они могли какое-то время быть и в общении, и в безопасности. Но далее, как написано, по прибюти нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Приветствую их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычественников служением его. Видим, что апостол Павел в предыдущей главе собирал пресвитеров из-за Гефеса. И наставлял им, и говорил о том, что постигнут их и скорби, и что по отшествию его войдут к ним люди, волки в овечьей шкуре, нещадящие стадо, то есть предупреждая о том, что будут и лжепророки. И здесь он тоже наставляет их, и долго им делится своим миссионерским служением среди язычников. И также наставляет, как сказано, они выслушав, прославили Бога, сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверших, иудеев, и все они ревнительные закона. Мы видим, что апостол Павел не только наставляет в своих миссионерских путешествиях, есть целый свод, они так и называются, пастырские послания, там, к Тимофею, к Титу. Почему апостол Павел заботится так на том, чтобы наставлять и Тимофея, и Тита, и здесь пресвитеров, и ефесских пресвитеров, и делиться с ними радостной вестью? Потому что он очень хорошо знает то, о чем сказано в Священном Писании. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Он понимает о том, что от возглавляющего общину, от священника, от пастыря, от лидера церкви, на тот человек, в общем, в котором на виду очень много зависит. И поэтому его жизнь, то, как он учит, она так или иначе будет влиять либо положительно, либо отрицательно на то, что происходит в общине. Они же, выслушав, как сказано, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть ему как бы намекают о том, что они ревнители закона. Апостол Павел знает уже о необрезанной, необрезанной все ветхозаветные законы, они ничего не имеют о чистой и нечистой пище. Они уже упразднились. Прежнее прошло, как говорит он в посланиях к Коринфянам, теперь все новое. Но для иудеев это было важно. И поэтому они его предупреждают, чтобы он не напрасно не подвергал себя опасности, восставая сразу против законов иудейских. Но надо сказать, что апостол Павел был очень мудр. Он очень хорошо усвоил себе вот эту заповедь «Боже, будьте просты как голуби и мудры как змеи». Он понимает, что ничего не значит эти обрядовые уже законы Ветхого Завета. И поэтому понимает, что никак его осквернить не могут. И в этом смысле он их не отвергает так резко, как какие-то языческие, долопоклоннические. Потому что они все-таки тень будущего века. И если это нужно, то он это выразит в дальнейшем для иудеев как иудей. Я был для иудеев как иудей, для еленов как елен, для беззаконных как беззаконный. И подчеркивает, сам же, впрочем, не чужд закона. Итак, далее. «А тебе наслышали они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея». Видите, они продолжают предостережение, говоря, чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что ты, мы скажем, тебе. Если у нас четыре человека, имеющих на себе обет, взяв их, очистись, с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнав все, что слышанное имя тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленной и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Интересная история здесь рассказывается о том, что апостол Павел делает этот обряд, то есть обряд назарейства. Что это было за такой обряд? То есть человек должен 30 дней поститься, не вкушать вино и мясо и 30 дней не подстригать ни волосы, нигде не подравнивать, ни бороду, именно 30 дней. Но потом он должен был остричься и все эти волосы вместе с жертвой, которые там, а там было немало жертв, там и голубь, там нужно было принести и агнца, полная жертва была и мирная, и кровная, и агнец, и голубь, и хлеб, и приношения, поэтому здесь говорится о том, что издержки они взяли на себя, то есть, потому что это нужно было все приобрести и купить, определенную одежду тоже надо было купить, для того, чтобы показать, что ты пришел на праздник Пасхи очищенный. Апостол Павел этого ничего не чурается, он все это делает, он подчиняется к тому совету, который они ему дают, потому как, видите, как они говорят, что они напоминают ему по сути определение собора, собора Иерусалимского 52-53 года, который мы с вами читали в 15 главе. Они так и говорят, что мы определили хранить себя для язычников от идола жертвы, от блуда и удавлены, а закон, то есть Моисеев, он к этому не сподвигает, и в общем-то осквернений нет никакого, по большому счету, ну вот закон Моисеев, например, который у нас есть, он же работает, мы говорим, не прелюбодействуй, не убивай, мы от него не отрекаемся, мы говорим, что да, этот закон предостерегает нас. Так и здесь есть вот этот обрядовый закон, который апостол Павел в миссионерских целях, чтобы войти туда и чтобы он был услышан, он его соблюдает. Далее, когда же семь дней оканчивались, то осийские иудеи, увидев, что его в храме возмутил весь народ и наложили на него руки, крича, мужи израильские, помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего, при том, и Еленов ввел в храм и осквернил святое место, ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима, Ефесянина, и думали, что Павел его ввел в храм. То есть, несмотря ни на что, они Павла знают, кто он такой, он был очень известный человек, в Иерусалиме тем более, и с ним был Трофим, которого он обратил из язычников. И за что они его хотели побить? За то, что нельзя было, между прочим, в храме иудейском перед входом висели таблички, что не может сюда заходить язычник, самарянин, потому что, если кто зайдет, там были предупреждения, что смертная казнь. И они думали, что апостол Павел ввел этого язычника туда. Между прочим, к этому трепетно относились даже к римляне, даже римляне. Они туда не заходили во время праздника в храм иерусалимский. И даже те, кто заходил, если иудеи приводили на судилище к римским прокураторам, то они могли их осудить на смерть. То есть, там был такой закон, предупрежден, ты же видел, что написано, раз предупрежден, нельзя сказать, что ты не знал. Значит, это у тебя дерзость, и тогда человек могли казнить. И вот они здесь поднимают такой, в общем-то, такой скандал, и говорят, весь город пришел в движение, сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тот час заперты были двери. Когда же они хотели убить его, видите, дошло до убийства, в общем-то, да, до тысяченачальника, пока дошла вещь, что весь Иерусалим возмутился. Он тот час, взяв воинов и сотников, устремился на них, они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. Ну, понятно, тысяченачальник, это человек, который следит за порядком в городе. По какому поводу эти беспорядки не были, главная задача тысяченачальника пресечь эти беспорядки. То есть, у него такая служба и приказы, то, что называется, не обсуждают. У него приказ, чтобы в городе был порядок. И вот он приходит, видит, что по апостолу Павлу бьют, его схватили и приковали двумя цепями. Что это означает? Это подходили два римских воина и приковывали один к одной руке, другой к другой, чтобы он не мог никуда убежать. И таким образом, он после этого, когда уже сковав, начинает выяснять, что произошло. В народе, он спрашивает, что ты сделал? В народе одни кричали, одно, другие, другое. Он же не мог, что по причине смятения узнать, ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Мы видим, что там творилось, то есть фактически его апостолу Павлу на руках, вот в этих цепях скованного, наверняка эти два человека идут, он прикован, а еще там человека два подходит и просто проносит сверху народа. И множество народа следовало и кричало, смерть ему. При входе в крепость Павел сказал начальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал, ты знаешь по-гречески, апостол Павел, понятно, кто он такой был, он об этом скажет сейчас в проповеди. В следующей главе я иудею за иудеев, скорее на Вениаминова, и потом он скажет, что я учился у ног Гамалиила, вот это очень важное будет уточнение, не просто я учился у Гамалиила, а у ног Гамалиила. А кто такой был Гамалиил, все знали, в Иерусалиме это был великий учитель, и он всего лишь вот до событий, которые сейчас происходят, это примерно 1956 год. А Гамалиил, как свидетельствует многие источники, умер где-то в 51-53, ну может 3-4 года назад, и поэтому это учители все почитали. Он начинает говорить по-гречески, и тогда у него спрашивает этот тысяченачальник, так не ты ли тот египтянин, который перед самыми днями произвел возмущение и вывел в пустыню четырех тысяч человек-разбойников. Павел сказал, я иудей, иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города, прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Когда что-то позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу, и когда сделал с глубокой молчания, начал говорить на еврейском языке. Мы видим, что апостол Павел говорит, я говорю по-гречески, потому что я торсянин, не зря упоминяют. А что такое город Тарс? Это был достаточно крупный торговый город в среднее, в то время, не вспомню сейчас какая-то точно река, то есть на берегу большой торговой реки, где достаточно была серьезная миграция. И вообще этот город считался таким городом, ну, примерно, с чем это можно сравнить. Может быть, как Санкт-Петербург, скажем, у нас в России, то есть город таких студентов, город такой интеллигенции, образованности, именно Тарс. И вот апостол Павел начинает говорить по-гречески, а к народу мы видим, он где? Он в Иерусалиме. Поэтому к народу он обращается на каком языке, где больше его поймут, потому что там собрались иудеи. Вот так завершается эта глава с 40 стихом, и далее в 22 главе, которую мы с вами рассмотрим в следующий раз, будет проповедь апостола Павла и его обращение к народу, собравшемуся тогда в Иерусалиме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok